Такое больше не повторится. В Магнитогорске состоялся первый фестиваль духовых оркестров. Открытие прошло на выходных. За фееричным действом, что развернулось в парке у Вечного Огня, наблюдали сотни магнитогорцев. Среди них и Мария Клименко. Блестят на солнце трубы, яркими красками переливаются военные мундиры. В субботний день в парке у Вечного Огня развернулось настоящее шоу. Оркестр, состоящий более чем из 200 человек, грянул первыми нотами. Фестиваль такого размаха проходит в Магнитогорске впервые. В нем приняли участие 10 коллективов со всего Уральского округа. Выступление проводилось на конкурсной основе. В рамках основной части программы – стрит-дефиле или одиночное выступление. Музыканты из Троицка стали самыми юными участниками фестиваля. Образцовый детский духовой оркестр имени Петра Засыпкина выступал наряду с профессионалами. Репетировали долго, признается 13-летний Александр Громович. На плечах у молодого человека необычный инструмент. Этот инструмент называется сюзофон. Ну, в принципе, и на нем тоже легко играть. Просто сначала надо правильно научиться как. Сначала играется все это на одном штуке учиться, а потом уже переходится не сразу на сюзофон, а сначала на тубу. Потом вы на ней практикуетесь, и в итоге вот дают сюзофон. А следом на публику вышли настоящие асы. На фестиваль прибыли оркестры национальной гвардии из разных уголков УРФО. Мастерство духовых они продемонстрировали вкупе с танцевальными элементами и даже театральным действом. Получилось настоящее шоу. Зрители у нас сейчас очень избалованы. Чтобы привлечь его, естественно, мы должны исполнять марши, мы должны исполнять вальсы. Но так как молодежь развивается, развиваются новые технологии. Когда просто играет оркестр, да, это интересно, да, это приятно послушать. Но когда это все в движении, это привлекает. Это возрождение каких-то традиций, которые тоже существовали. Потому что раньше в каждом городе был всегда духовой оркестр, играл в парках духовой оркестр. Я думаю, что этот толчок к движению и самодеятельному, и профессиональному, вот этот первый. В Челябинске не было ничего такого. То есть вы говорите о том, что там проходили смотры, конкурсы. Такого не было никогда. Такое мероприятие можно назвать по-настоящему уникальным и неповторимым. Ведь когда магнитогорцы смогут увидеть такое зрелище еще раз, неизвестно. Я думаю, что мы, конечно, эту программу будем продолжать. Сожалею, не знаю, наверное, нам не удастся на следующий год повторить вот так вот с точки зрения такого большого коллектива. Но будем что-то новое думать, придумывать, чтобы людям у нас действительно было интересно, весело, чтобы они отдыхали. После торжественного открытия музыканты вышли в городские скверы. И торжественным аккордом завершили летний сезон в парках магнитки. Мария Клименко, Александр Маргунов. Информационная служба Медиагруппы «Знак».